Ну, где вам его возьму, а? У кого есть лев? Подходите без очереди. Это какой-то бандюган прям. Там человечки даже есть. Люди. А, чувак шурму делает. Хорошо, возьму. Ребят, я занимаюсь строительством своей станции метро в горах. Симулятор чего? Машина, времени. Двери закрыли кто-то. Все, нас закрыли. Ребят, всем привет. Манеж. Выставка Москва 2030. Или 2030. Кому как угодно. Здесь представлены новые вагоны МЦД. И новый вагон метро. Вернее, не вагон, даже поезд. Ой, да. Вагон нового МЦД. Смотрите, он какой широкий, прям большой. Два человека слева, два справа. Такие мини-столики. Зарядка беспроводная. Вот такой вагон. Комфортный, большой. И пойдемте посмотрим, как выглядит метро. А там, кстати, видите, очередь собралась. Это у нас люди стоят к машинисту. Посмотреть рабочее место машиниста. А это у нас вагон метро. Тоже стоит очередь посмотреть, как выглядит рабочее место машиниста электропоезда. О, двери закрыли кто-то. Все, нас закрыли. Я не знаю, чем отличается вагон метро. Но мне кажется, все то же самое. Так, все у нас открыли, выходим. И пойдемте уже вовнутрь. Я знаю, там очень много разных интересных локаций. Так, ребят, смотрите, у нас вот такая здесь локация. Это значит, что-то похоже на московский дворик. Вот гараж дяди Васи. Там Чи гоняет. Машина стоит, которую, наверное, ремонтирует. Вон дядька, видите. Видите, фотографируются. Жигули. Там у нас восьмая модель. Классики. Кто из вас играл в классики? Девчонки, наверное, в основном. Вот такой московский дворик. Это у нас тоже московский двор. Показывают, как раньше было, видите, да? Да, грязище. Дети играют в грязи. Вон кораблики мальчик пускает. Короче, им заняться нечем. Все дворы заставлены, видите, машинами. Грязь, срач. Вот автолюбитель вышел, ругается, что его машину заставили. Хотя сам он поставил автомобиль на газон, наверное. И вот так дворы Москвы выглядят. Или будут выглядеть. Выглядеть в скором будущем. Там у нас, смотрите. Белье сушится. Здесь котейка охотится за рыбкой. Так, и восьмерку давайте же покажу вам. Некогда популярный автомобиль ВАЗ-2108. И пойдем в другую локацию. А, это же подъезд. Смотрите. Вход сделан, как будто бы в подъезд я хожу. Здесь такие экраны огромные. Тоже рассказывают нам о Москве. Ага, здесь уже другая локация. Автобусная остановка. Бабушка сидит, смотрите. Семечки торгуют. Семечки торгуют. Да, конечно. Буквально будет отправление. В этот автобус уже не помешает. Вот моя газель. Все, понял. Сейчас вот 5-10 рублей будем отправляться. Остановите с точки, 30 рублей готовьте. Я к вам беру. Сейчас все, 7-8 человек приду и сразу приеду. Все, замечательно. Жду. Вот с той стороны. Я понял. Спасибо. Все, ребят, видите. Ждем. Так, семечки. 10 рублей. Вот наша газелька. Сейчас ждем. Правда, как мы сюда поместимся все, я не знаю. Но, тем не менее. Так, это у нас, смотрите, уже в виде большого электробуса. Люди сидят, заняли свои места. Электровелосипеды. Ну, все классно так сделано. Пойдемте в автобус. Дальше. Ходь в автобус. Здесь прохладно прям. И вот уже идем мы с вами в другую локацию. Это у нас метро. Слушайте, напоминает 90-е годы. Кому напоминает, поставьте лайк. Реально. Это вход в метро. Видите, шаурма. Союз печать. Проездные билеты. Кто у нас тут выступает? Роберт Сокольский. V8. Не знаю, что это такое. Так, люди фотографируются. Потом пойдем в метро. Пойдем сначала. Союз печать. Чувак шаурму делает. Хорошо, возьму. Слушайте, ну прикольно сделано, конечно. Все это интерактивно. Он меня увидел, кричит. Эй, подходи, метро. Подходи, шаурму кушай. Так, вот у нас вход. Девушка здесь заплатите, говорит. Видите, я подхожу, и они начинают со мной разговаривать. Кстати, вот тот вагон метро, который синий. Они до сих пор такие ездят. Давай, два, три. Еще раз. Еще раз. Все. Я это начну. Женщина возмущается. Сдачи у меня нет. Вот нет, нет. Ну где вам ее возьму, а? У кого есть мелочь? Походи тебе на телевизор. Нет и мелочей. Пойдемте на халяву, значит. Так, вагон метро ушел. Пойдем дальше. Так, станция Проспект Мира. По часовой. Вот, смотрите, приехал вагон. Вот эти вагоны ходят сейчас в сторону, я скажу, Бойковская, Сокол. Все еще ходят такие вагоны. Так, это у нас уже современный вагон. Заходим в современный вагон. В общем, мне нравится. Все интерактивно, интересно, походите. Поэтому, кто в Москве, приходите сюда обязательно. Это у нас хаотичный проезд. О, кто-то там ругается. Кто-то орет там. Да, вот она, все немного. А, это вон тот дядька кричит. Анонс. Ночной дозор, наверное. Тоже московский дворик нам показывают. Такой из 90-х. Вон, видите, обмен, наверное, покупка золота, долларов. Это какой-то бандюгам прям. Смотрите, разводят на деньги. Там чувак, вон, видите, торгует. В общем, вот такое у нас прошлое. Боевое. Видите, орет. А и ты, говорит. Так, здесь у нас что-то уже современное, смотрите. Здесь, по-моему, реклама идет москвича. Такие вот экраны. Картинка перебегает плавно. Так, помешала куда-то. Ну да, реклама москвича просто. А, здесь показываете, смотрите, сборка автомобиля москвича. Экраны сдвигаются. Экраны. Экранен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Сварили автомобиль. И вон он автомобиль стоит белого цвета. Там еще и серебристый, красный. Это, наверное, идет оцинковка или что там, покраска кузова. Вот сами автомобили. Пойдемте в другой зал. А, смотрите, с той стороны продолжение. Вот его уже покрасили, кузов, поцинковали. И с шасси мы сейчас приделываем двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вышел. С показательным наступлением с завода «Москвич». Здесь уже электроавтомобили. Автом называется. Здесь у нас электроавтомобиль. Молния. Чем-то похож на китайца. Возможно, это китайцы есть. Есть прототип, какой он пыльный. Ну, похож на китайца. По-моему, очень похож. Здесь у нас такая уже, как бы, современная улица Москвы, наверное. Современного, большого, красивого мегаполиса. Здесь у нас речной транспорт. На речном транспорте я уже катался вот на такой подобной синячке. Детям интересно. Вот можно поуправлять этой штукой. Второй джойстик можно также поуправлять. В общем, интересно. Детям. Однозначно будет интересно. Это у нас платформа. Москва, Санкт-Петербург. Будущее. Это еще у нас один вагон станции Манеж. Вот как сделали, смотрите. Стеклянные. Тот же вагончик. Открытый. И можно прочитать, ознакомиться про развитие центрального транспортного узла. Вот там есть поезда, куда будут ходить. Какие поезда будут ходить. Это у нас трамвай. Кстати, в Питере и в Москве в скором времени, вот буквально на днях, можно сказать, запустят без... Короче, без водителя трамвай. Трамвай. Автобус? В принципе, этот автобус курсирует по городу Москва. Поэтому ничего нового. Интересно, а тут что? Пойдемте посмотрим. Ребят, вот эти назову их мордами, да, общественного транспорта, которые мордой торчат. Вот здесь такая панель. Можно подойти, взять билет и поуправлять вот этим транспортом. Ну, поняли, да, там все электронное. Есть билеты, но в основном уже они раскуплены. Есть на вечер вот только. На 17.35. Да, как бы не очень 17.35. Хочется сейчас поуправлять. Но кому-то повезло. Кто по-сообразительней, кто знает, что здесь есть такой аттракцион. Вот, трамвай можно поворотить так же. Автобусом, в общем, любым транспортом. Симулятор. Так правильный будет. Симулятор. Цифровая станция. А может, можно зайти поснимать? В общем, узнал про билеты. Нету билетов в данный момент уже все раскуплено. Я про симулятор. А просто зайти поснимать человека, который управляет симулятором, тоже нельзя. Потому что нет билета. Пойдем здесь посмотрим, что у нас. Вот такие предполагаются, я так понимаю, что проходы в скором будущем, турникеты. Спасибо. Здравствуйте. 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 Это у нас симулятор чего? Машина времени? Это как бы небольшой интерактив связан с новыми станциями «Надо их собирать». Надо их собирать. Полный. Полный. Спасибо. В общем, вот такие интерактивные развлечения. Создай свою станцию. Вот, смотрите, можно как выбрать. Давайте в горах построим. Построить в горах стиль. Продолжить. Стиль. Что у нас есть? У него классика. Барокко. Ну, давайте хочу. Барокко. Продолжить. Дадите схему окон. Такую хочу. Все готово сгенерировать станцию. Сгенерировать. Ребят, я занимаюсь строительством своей станции метро в горах. 30 секунд ожидания и посмотрим, что у меня получилось. Так, камера 1, камера 2, камера 3. Ага. Вот такая станция метро у меня. А, смотрите, можно ее двигать. Камера 2. Ага, это я уже... Смотрите, какая красота там. Горы. Так, камера 3. Эскаваторы. Какие сидения. Богатые. Дорогая у меня станция вышла. Все для людей. И вид сверху. Сочинская банная, доставки. Давайте. Дива дивного назовем. Хотите посмотреть станцию на платформе? 2-3 минуты? Ну, давайте, посмотрим. ух ты. Ух ты, напечатает открытку можно. Смотрите. Он печатает мне открытку. Представьте. Сейчас посмотрим, что там за станцию я создал. Вот моя открытка. Друзья, я создал станцию свою. Ребят, вот такая открытка получилась. И я уже на другой локации. Станция Мимасова. И Мимасова. Все, выходим. Назад в настоящее выходим. И я знаю, что внизу еще есть одна локация. Пойдемте посмотрим, что у нас там. Ребят, спустился на минус первый этаж. Здесь такая тишина, светло, прохладно. Музейный комплекс. В 2025 году написано построить его. Макет его. Вы можете поднять вот эту конструкцию. Ага. Ничего себе, какая там красота-то. там человечки даже есть. Люди. Это столько уровней, да? А где он такой музей? Будет. Он уже вот такой или так будет в 2025 году? Он уже такой. Но мы будем там еще сейчас просто достраивать. Угу. Все останавливают. И в 2025 году тоже будет. Угу. Получается вот именно в первом этаже будет на подземный транспорт а до 6 недельный. У тебя есть транспорт, который был раньше в Москве. Экарусы. О, мы такие Экарусы. Красота. Спасибо. Вот такой музей откроется на Баумской. Как девушка сказала, он уже работает, но доделывает там ну красиво. а это у нас скорее всего для детей детский. Здравствуйте. это все для детей, да? Ага. Семейный досуговый цен. Понял. Я уже не подхожу. Пойдемте там посмотрим. Вот можно с детьми приехать сюда отдохнуть. Давайте сейчас покажу вот с этой стороны что там делают дети с ними видите проводят какие-то занятия. Можно прокатиться на велосипеде по городу. Дуб знаний наверное. Здесь у нас кафешки. Выпечка, мороженое, пельмени. Пока здесь людей мало все еще наверху. Слушайте, ну детям здесь будет круто. Вообще классно. Лаборатория новых технологий. Дети рисуют. В общем вот такая у нас небольшая прогулка. Как всегда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, ребята, всем хорошего настроения. Всем пока.